Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнаете, что хотят сказать вам ваши страхи. Но сначала начнем с того, что страх это нормальная реакция организма. Страх испытывают абсолютно все люди. Людей, которые не испытывают страх, не существует. Вот. Это защитная реакция нашего организма. Но иногда страхи реально очень мешают в достижении каких-то целей или желаний. И вот сейчас выберите одну из трех карт. 1, 2, 3. И посмотрим, что же хотят сказать вам ваши страхи. Итак, для тех, кто выбрал первую карту, девочки, ваши страхи хотят вам сказать о том, что вы боитесь перемен. Вы боитесь перемен, боитесь что-то решить, боитесь, что решите что-то неправильно. То есть, примите неправильное решение. И, соответственно, этот страх мешает вам достигать ваших целей и двигаться по жизни вперед, вверх, к успеху, к удаче, к счастью, соответственно. То есть, вам просто нужно понять, что перемены они были, есть и будут. И не надо их бояться. Нужно просто привыкнуть к переменам. И принять именно тот момент, что перемены, они будут всегда, независимо от того, хотите вы этого или нет. И второй момент по поводу решений. Человек, любой человек всегда принимает самое лучшее решение на данный момент времени. Поэтому не надо бояться неправильных решений. Они все равно у вас будут. И чем больше вы будете бояться, тем больше у вас будет неправильных решений. Поэтому здесь тоже нужно отпустить ситуацию. Но ничего, даже если сейчас это решение будет не таким, как я хочу, да, или приведет не к тому результату, то я же могу потом все переиграть, соответственно. Ведь вы же автор своей собственной жизни. Для тех, кто выбрал вторую карту, что вам хотят сказать ваши страхи. Ой, девочки, ваши страхи вам хотят сказать о том, что боитесь вы пересудов за спиной. Боитесь мнения людей. Боитесь быть кому-то неугодной или нелицеприятной. Стараетесь быть идеальной во всем. Но идеальных людей не существует. И, соответственно, боитесь вы напрасно. Какая вам разница, что говорят о вас другие люди. Будьте самой собой. И вам станет легче жить. И тогда ваш страх перестанет вам мешать. Задумайтесь. Ведь никогда от того, что там люди про вас говорят за вашей спиной, по большому счету, какая вам разница. Хорошие они про вас говорят или плохое. Людям просто хочется о чем-то поговорить. Но на вашу жизнь это никак не влияет. То есть это не зависит от того, что говорят люди. То есть вот это вам нужно понять и осознать. И тогда вам будет, конечно же, легче двигаться вперед, достигать своих целей. И для тех, кто выбрал третью карту, что хотят сказать вам ваши страхи. А вы боитесь не просто перемен. Вы боитесь именно чего-то нового, неизведанного. Вас пугает новизна. То есть будь то новая должность, новые отношения, даже поездкам, новые какие-то. То есть города или страны, в которых вы еще никогда не были. Больше всего вас пугает именно перемена места жительства или какие-то дальние поездки. Ну или какие-то кардинальные изменения. Делаем то же самое. Вам нужно осознать и понять, что именно кардинальные перемены принесут в вашу жизнь что-то новое, что-то лучшее. Свято в это верить, отпустить ситуацию, перестать бояться вот таких кардинальных перемен, когда именно вот все новое в жизни. Я не знаю, новый дом, новая квартира, новый город, новая страна, новые связи, новые знакомые, новый коллектив. То есть да, понятно, любой человек, когда что-то новое, еще неизведанное, непонятно, непонятно, что будет, что принесет. Вот здесь нужно концентрироваться на будущем, конечно же, на самом лучшем своем будущем. И тогда страхов, конечно же, будет меньше. И самое главное, они перестанут вам мешать в достижении ваших целей и желаний.